В этом выпуске я расскажу о различных тактиках противовоздушной обороны, учитывая, естественно, реальный боевой опыт, в том числе российский, украинский и израильский. В чем же секрет успеха и неудач? И если тебе понравится это видео и оно наберет более двух тысяч лайков, я обязательно сделаю продолжение о том, как правильно прорывать ПВО противника. Ну а сейчас я начну с краткой предыстории развития тактики противовоздушной обороны. Тактика противовоздушной обороны начала активно развиваться на основе опыта Великой Отечественной войны. Ее основой было применение зенитной артиллерией. При прикрытии объектов пушки строились в круговую оборону. Обеспечивалось создание многослойного зенитного огня на непосредственных подступах к объектам. С появлением ядерного оружия важное значение стало иметь господство в воздухе. Для его завоевания в 50-х годах стало уделяться особое внимание истребителям-перехватчикам. Однако они не обеспечивали надежного перехвата самолетов противника на малых высотах. Это обстоятельство вызвало стремительное развитие ракетной техники и дальней авиации. Как итог, к 1959 году основу противовоздушной обороны США и СССР стали составлять зенитные ракетные части. Однако опыт войны во Вьетнаме в 60-е годы, когда американцы потеряли более 2,5 тысяч самолетов, заставил пересмотреть тактику применения войск противовоздушной обороны. Как оказалось, завоевание господства в воздухе необходимо в войне с применением не только ядерного, но и обычного оружия. В этот период начались процессы объединения наземных противовоздушных войск с истребительной авиацией в одну дивизию ПВО. Это решило главный вопрос тактического звена, а именно цели распределения. Также стоит отметить, что зенитная ракетная оборона в 60-е годы имела тенденцию к стационарности. В Советском Союзе важное значение стало придаваться развитию радиотехнических войск и подразделений по обнаружению вражеских целей, так как американцы перешли к тактике действия мелкими авиационными группами под прикрытием радиопомех. С развитием военной науки ракеты наземного и воздушного базирования стали летать все дальше и точнее, а их вероятность преодолевать шалонированную систему противовоздушной обороны начала только возрастать. Вследствие этого начался процесс децентрализации управления ПВО, при которой командирам частей и подразделений предоставлялось право действовать самостоятельно в соответствии со складывающейся обстановкой. Ну а затем пришлось создавать мобильные зенитно-ракетные комплексы, чтобы постоянно менять свою дислокацию, так как разведка вышла на новый уровень, и вычислить местонахождение локатора и пусковой установки стало несложной задачей. К концу 20 века стало понятно, что все силы и средства противовоздушной обороны должны объединяться в единую систему, причем без комплексов радиоэлектронной борьбы уже не обойтись. И они являются одной из самых важных составляющих, особенно в настоящее время, когда фронт насыщен беспилотниками. Построение системы противовоздушной обороны обязательно должно быть эшелонированным и иметь комплексы различного класса, оснащенные радарами среднего и большого радиуса действия. Конечно, подобное может позволить себе далеко не каждая страна, да и даже самые богатые армии не способны прикрывать таким образом всю территорию своей страны. Теперь давайте перейдем к некоторым нюансам и особенностям израильской противовоздушной обороны. Израильская система противовоздушной обороны состоит из батарей зенитных ракетных комплексов американского и собственного производства, а также истребителей F-15. Самой популярной и эффективной установкой является, конечно же, железный купол. Учитывая тип ракетного вооружения у Хейсбалы и палестинских экстремистов, израильтяне в последние десятилетия совершенствуют систему тактической противоракетной обороны, способной перехватывать ракеты малой дальности. Причем железный купол стреляет только тогда, когда система просчитывает, что вражеская ракета направлена именно на жилой район. Сами установки противоракетной обороны израильтяне устанавливают в пригородах. Это, естественно, вызывает особую опасность для мирных граждан, так как горящие обломки ракет все равно падают на жилые дома. Но в случае с Израилем по-другому ставить системы противовоздушной обороны нельзя, так как граница с сектором Газа и Палестиной очень близки к городам. Время, которое требуется ракетам, чтобы достичь цели, составляет от 15 до 90 секунд. Далеко не каждый зенитно-ракетный комплекс способен сработать за столь короткий промежуток времени. Потому, несмотря на колоссальную насыщенность территории Израиля-зенитно-ракетными комплексами, система противовоздушной обороны не способна уничтожить 100% ракет. Самую же большую сложность израильтяне испытывают при противодействии низколетящим и дозвуковым ракетам. Системы противовоздушной обороны России и Соединенных Штатов в общем и целом похожи. Различия касаются непосредственно принципов работы зенитно-ракетных комплексов. У России и Соединенных Штатов организована общая информационная сеть, в которую входят все средства обнаружения, сопровождения и цели указания воздушных целей. За счет этого имеется полная картина происходящего в воздушном пространстве. Мощные радары обнаруживают самолеты и ракеты противника на больших расстояниях. Заранее зная цели, их распределяют между зенитно-ракетными комплексами еще на подлете. Но есть и серьезные нюансы. Дело в том, что из-за холмов или гор низколетящую цель наземному радару может быть видно на расстоянии всего несколько десятков километров. Из-за этого пуск ракеты может быть осуществлен слишком поздно. Боеприпас либо разорвется в небе, либо упадет на землю. Ситуацию исправляют лишь с помощью самолета-радара, который нужно всегда держать в воздухе. У России это А-50. У Соединенных Штатов Е-3 «Сентури» и Е-7А. Российское зенитно-ракетное вооружение продемонстрировало значительные успехи, хотя, очевидно, сбивать все летящие ракеты не получается. Причин тому несколько. Прежде всего, средствам ПВО приходится держать широкий фронт, требующий глубины прикрытия на несколько сотен километров вглубь. Кроме того, сами системы не могут быть размещены слишком близко к линии боевого соприкосновения, чтобы не подвергаться ударам артиллерии, что также снижает их эффективность. Поэтому было принято решение защищать лишь стратегические цели. Американские системы «Патриот» в Саудовской Аравии далеко не всегда работали эффективно. А все потому, что им крайне важно, с какой стороны приближается цель. В комплексе «Патриот» используется наклонная пусковая установка, а не вертикальная, как в российских зенитно-ракетных комплексах. С одной стороны, это несколько упрощает поражение целей в определенном направлении, но с другой – доворачивается установка довольно медленно. Устанавливать российские и американские комплексы зачастую приходится также в пригородах и городах. По замыслу, летящую крылатую ракету или самолет можно будет сбить далеко на подлете к населенному пункту, тем самым никак не потревожив гражданское население. А вот с баллистическими ракетами все гораздо сложнее. Их можно сбить только в короткий промежуток при взлете и непосредственно в самом конце полета, когда ракета начала падать на цель. Других способов бороться с баллистическими целями человечество пока не придумало. Именно поэтому для прикрытия города от таких ракет приходится устанавливать комплексы рядом с жилой застройкой. Это неизбежно влечет за собой страдания гражданского населения. Ну и в заключении давайте разберем украинский опыт противовоздушной обороны. До войны украинская противовоздушная оборона была вооружена теми же комплексами и средствами обнаружения, что и российская, только куда менее современными. Она имела те же алгоритмы боевой работы и ту же советскую тактику боевого применения. Поэтому украинское командование знает сильные и слабые стороны российской авиации и зенитно-ракетных систем. В первые дни спецоперации российская авиация наносила удары по системе противовоздушной обороны противника. Была уничтожена немалая часть радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов, различных по характеристикам и модификациям. Это децентрализовало управление ПВО Украины, лишило ее возможности действовать как единая боевая система и адекватно реагировать на угрозы. Однако, благодаря странам НАТО, украинцы сменили тактику действий и перешли на качественно новый уровень противостояния. Вместо уничтоженных радиолокационных станций и командованных пунктов, американцы взяли на себя миссию создания разведывательно-информационной системы контроля воздушной обстановки. В настоящее время самолеты дальние радиолокационные разведки круглосуточно несут боевое дежурство в воздухе вдоль границы с Украиной. Задействованы тяжелые разведывательные беспилотники, спутники, средства навигации и радиоперехвата. С их помощью вскрывается российская система ПВО и действия авиации. Эти данные после соответствующей обработки в реальном времени сразу передаются на украинские командные пункты, объединенные в единую информационную систему, а дальше на уже развернутые системы и мобильные расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов. Фактически, Киев получил от американцев устойчивую и мощную ударную разведывательно-информационную систему. Стоит отметить, что характерным недостатком построения зенитно-ракетной обороной украинцев является наличие в ней разнотипных радиолокационных станций, как советских, так и натовских. Они не сопрягаются друг с другом и не сведены в единую систему разведки и цели указания, действующую по общему замыслу. Хотя данную особенность сглаживают американские средства разведки и цели указания. Нехватка у Украины средств противовоздушной обороны на столь огромный театр боевых действий привела к тому, что защита имеет очаговый характер. Пожалуй, самая лучшая и эшелонированная система обороны выстроена, естественно, вокруг Киева. В условиях превосходства российской авиации украинская противовоздушная оборона вынуждена применять тактику засадных действий. Ее, кстати, впервые воплотили в жизнь Югославы в 1999 году против натовской авиации. После взлета российского самолета или вертолета американцы дают по ним цели указания на украинские командные пункты. Как только летящий объект появляется в зоне досягаемости средств противовоздушной обороны, только тогда украинцы включают свой зенитно-ракетный комплекс. Включение радиолокационной станции происходит лишь на короткий промежуток времени для поиска целей и выполнения пуска ракет. Именно поэтому их обнаружение до момента включения практически невозможно. Сами же расчеты зенита на ракетных комплексах сразу же сворачиваются и покидают район пуска ракет. Такая тактика резко снизила возможности российской авиации по обнаружению украинских средств ПВО. Основная причина, по которой Россия не может никак разобраться с украинской противовоздушной обороной, заключается в том, что украинское командование, благодаря американцам, имеет полную информацию о перемещениях российских самолетов и ракет. При этом российская противовоздушная оборона, хотя и вполне может, но не сбивает американские средства разведки, так как это в конечном счете приведет к ядерной войне. Ну а мне, как всегда, будет крайне интересно узнать твое мнение в комментариях под видео. Чтобы знать еще больше самых интересных и важных новостей, обязательно вступай в мою группу ВКонтакте. На всякий случай подписывайся на мой Яндекс Дзен и про мой второй музыкальный канал не забывай. Все ссылки в описании под видео. Ну а с вами был Хардастер. Всем мира и процветания!